Приполярный Урал сейчас требует особого отношения. Дело в том, что геологам запрещено наносить на карты артефакты, мегалиты гигантские, руины городов, руины замков. Там сейчас это стоит, стены гигантские, они вырезаны из гранитных мощных каменных блоков, блоки прямоугольные, правильные. Там две кладки, полигональная кладка, обыкновенная кладка, мегалитическая. То есть там серьезные артефакты, память древней погибшей цивилизации. Весь Приполярный Урал. Не только Приполярный, там, Средний Урал. Так вот, чтобы попадать в Приполярный Урал, можно было по рекам, по Аби, вот этот катер был взят. Но еще я хочу сказать, что это не только работа на Аби, потому что там рядом Энисей, там 200 километров выйти из Аби и уйти в Энисей, там это не расстояние, тоже по морю. А Энисей, это плато Путорана, это Нижняя Тунгуска, это подкаменная Тунгуска, это огромные просторы восточной Сибири. Вот где тоже стоят руины городов, пирамид, артефактов древней погибшей цивилизации. Пора бы за это взяться. Хватит верить Миллеру, Шлецеру и Байеру о том, что якобы Сибирь – это территория не историческая. Потому что здесь, наоборот, самая историческая, какая только есть, потому что куда ты не сунешься, везде руины, сплошные руины. И надо разобраться, чьи эти руины. А разбираться тут просто археологи этим делом тоже не занимаются, потому что это запрет, жесткий запрет. Вот если найдут они монголоидный череп, они пляшут около него. Вот тут тюрки, тут самодийцы, тут ненцы. А как найдут черепа европейной расы, начинают их прятать. Потому что политика, везде политика. Дана установка определенными кругами финансовыми, мировыми. Что Сибирь должна принадлежать им. Они хотят ее прибрать. Значит, нужно внушить всему миру, что русских, то есть белой расы, вот наша, русский народ – это коренное ядро белой расы, не было в Сибири вообще. То есть это не наша земля. А эту землю захватили эти самые полиазиатские народы, угры и в свое время фунгусы. А русские пришли и эту землю, так сказать, отобрали у них. И теперь они тут хозяйствуют не по праву. На самом деле, по праву, там гигантская территория, начиная от Кольского полуострова и даже, может быть, от Средней Скандинавии, кончая Камчаткой. И на юг – это Средняя Китайская равнина. Это принадлежит земля наша. И она нам по праву принадлежит, и даже Северная Америка, потому что по всей территории Северной Америки лежат наши кости, кости нашего народа. И нечего тут говорить, что не так, потому что антропология говорит свое. И генетика, кстати. Вот я вам хочу что сказать. Пора, пришло время дать нашему народу ту правду, которую он должен знать. Это наша земля, и никто не имеет права на нее посягать. За что убили Юру Петухова? Его же убили. Он уже довел всех до этого. Будучи академиком, будучи подлинным историком, будучи образованным человеком, он много занимался раскопками. В Передней Азии много работал, по всей России. Он же пришел к выводу, к такому, о каком сейчас я говорю. Он вышел из академической науки и фактически подписал себе смертный приговор. Он именно показал вот этот суперэтнос, наш этнос, как древнейший этнос на Земле. Именно русский этнос. Именно корень всей белой расы, именно русский народ. Он прямо показал, что шумеры были русским народом, а сирийцы были русским. Потом семиты над ними взяли верх, пришли к власти. Ну, а разве они не приходят? У нас то же самое. Только удивительно, что мы до сих пор как-то умеем очищать свои верха от семитов. Там нам помог Сталин, здесь нам Владимир Владимирович, по-моему, неплохо сейчас помогает. Так вот, понимаете, все это Петухов в своих книгах показал. Хорошо, нормально. С доказательствами, понимаете? С хорошими доказательствами, все преподнес. А ведь это страшная ложь, когда выкапывают черепа, например, тех же тувинцев из данных кладбищ или монголов. Пересылают в Западную Европу и подписывают гунский череп из гунского могильника. А этим черепам 17-й век. Ну, вот так. 17-й век, 18-й век, ну, недавно. Вот такая ложь. Вся, все захоронения, древние захоронения, и я вот в своем 50-м томе зашел в кладбище, это кладбище огромное. Это все белая раса. Все белая раса. Наша раса. Я могу сказать больше. Кемеровская область, это отдельный регион. Там стоят древние, в виде курганов, древние огромные эти терриконники. Они заросли лесом, там лес, горельник красный. То есть, когда-то, очень давно работали шахты. Из этих шахт поднимался каменный уголь. Терриконники огромные, здоровенные. В центре города Прокопьевска. Там, сейчас говорю, раз, два, три, четвертый терриконник стоит в стороне, на севере города. То есть, вот эти терриконники. Потом огромное количество руды. От руды шлак. Там добывалась руда железная. Кто добывал, когда добывал. А ведь, кстати, совсем недавно. Это примерно, ну, примерно, может быть, тысячу лет до нашей эры. Это все раскручивается. Там началась тагарская культура, эскизская культура. Бронза закончилась, началось железо. И вот в тагарское время уже, и не просто железо. Опять ведь врут. Получилось-то железо сразу, сталь. Не было времени, когда чистое железо было. Вот оно мягкое. А сразу сталь, да еще и булатная сталь, да слоеная сталь. Как пирог слоеный. Мечеты их никакие классные были. У тех же сармата. Доспехи на коней, на себя. Вот, то есть, получается, что Великая Тартария, вот, кузница была. Это Хакасия, это Кемеровская область, это Юг Новосибирска, это Алтай. Это тысячи и тысячи клинков, доспехов делалось когда-то для так называемых орд Чингисхана. Но этих орд-то не так уж и много и было. Это отдельная тоже тема про Чингисхана. Никаких монголов не было, это понятно. Это был русский народ, наш народ. Только он пришел в Восточную Европу из Сибири, победив Китай, победив весь мир, кроме Индии. Вопрос, почему? Вот почему Индию Чингисхан не захватил? Почему? Никто не хочет на этот вопрос ответить. А что захватывать своих-то? Ведическая цивилизация. Чингисхан бросил вызов мировым религиям, исламу и христианству. Вот, доблесть против идеологии победила идеология. Даже вот эта вот сверхдоблесть и тысячи побед не смогли ничего сделать. Но это отдельная тема, очень серьезная, требуется его исследование. А нам рассказывают про монгольское игорь, про монголов, байки плетут. У Петухова, у того же, у него хорошо доказано, что вплоть до 16 века монгольских черепов, монголоидных черепов в Центральной Азии, в Средней Азии, в Сибири практически не было. Просто не было. Там на севере были народы, которых просто пустили, дали им возможность жить. Но это местное население. Это чукчи, юкагиры, эскимосы. Но они все недавно пришли, они недавно появились. И также угры. Финнен хорошо знает, что в 7 веке только финны появились. В Финляндии, финны, эстонцы в 7 веке, совсем недавно. Вот, вот оно наше время. 3 века до крещения Руси, там они туда проникли, их-то впустили, чтобы они не вымерли на юге. Наш народ позволял расселиться, жить. Ведь, когда я свое выступление начал, вот сейчас мне тут позволили несколько слов сказать в Краснодаре, с читателями встретился, я начал с чего свою встречу, она сейчас будет в интернете. Ну что, началось, процесс-то начался, объединение, собирание земли, сбор камней. Да, говорю, ну что, курс на империю. И весь зал, а-а-а, на империю. У всех имперское мышление. Но надо понимать. И понимать, какое у нас-то другое мышление. Мы другие. У нас, ведь какое имперское мышление на Западе? Захватил, уничтожил народ. Все. Захватил, уничтожил. Захватил, уничтожил. А у нас приходят, дают знания, свою культуру, помогают с письменностью, помогают, как только могут, строят тысячи предприятий. Только они не могут этими предприятиями распорядиться. Все сейчас уничтожили, и к нам гастарбайтерами едут, потому что там все погибло. Мозгов не хватило. Но русский-то народ, он вот какой. У нас одна конституция на всех, у нас нет такого, что русский там особенный, а все остальные. Один закон для всех. Это наша цивилизация, наша, вот именно русское, наше имперское мышление, ну вот таким является сохранение других этносов. Но эти этносы этого не понимают. Что им столько помощи от русского народа идет. Они, ну уровень тут, я не хочу на эту тему говорить, это другие расы, другое мышление. Я думаю, все другое. Здесь, говорят, Джихар Дудаев в конце жизни стал понимать, что он отворил. Он очень каялся, но погиб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА